В правильном ли мы направлении? Нет, не в правильном, потому что экономика России еще долгие десятилетия останется сырьево-ориентированной. Поэтому уровень развития китайской экономики не сопоставим с российской экономикой. Мы на их фоне динозавра, который в лучшем случае можем как-то как динозавра приносить на ладошки вот тот самый кусок каменного угля. Российская Федерация потому и должна быть федерацией. Никакая Москва не может управлять Магаданом, и Магадан не может управлять. Именно как раз наша сила в том, что мы очень разные. Добрый день, уважаемые дамы и господа, аудитория нашего канала «Найди Мамонта». Мы с вами снова сегодня в программе «От тебе, Атина». Это проект, который совместно ведут и наш канал, и канал «Финверсия». Сегодняшний наш гость – известный предприниматель, экономист, финансист, блогер. И как он сам сказал, можешь назвать меня кем хочешь, меня и так все знают. Дмитрий Потапенко. Или наоборот, никто не знает. Привет. Меня устраивает и та, и другая версия. Просто парень, который заходит, полы помыть. Рад, что у нас сегодня неспесивые гости и нескрупулезно перечисляющие свои титулы. Ага, там по трём страницам ходить и думать, о, а вот здесь вы забыли. Тебя можно представить просто как харизма сообщества, так скажем, предпринимательского. Ну, во всяком случае, точно можно сказать, что ты выразитель интересов или защитник даже предпринимательских интересов самого комьюнити. Вот мы об этом сегодня и хотели бы переговорить, именно поскольку ты всё-таки ближе к этому кругу, так сказать, деловое сообщество, вот, хотели поговорить с тобой именно, во-первых, вообще, что, собственно говоря, год тоже близится к завершению там, и какие произошли события со знаком плюс, со знаком минус в этой связи, так сказать, я имею в виду с точки зрения предпринимательского сообщества, что стало лучше, что стало хуже, что стало легче, что стало труднее. Вот, поговорим ещё и во взаимоотношениях, как обычно, предпринимательского сообщества и власть придержащих, так сказать, структур и так далее. Вот давай начнём вот с того, что, как бы, вот по твоим ощущениям, всё-таки вот год-то был довольно богатый на события. Что было в нём такого доброго, хорошего? А что, как бы, ты бы хотел отметить, как то, что нам всё больше затрудняет путь к победам? Ну, я бы сказал бы так. Если вас лично это не касалось, то, что касается конфликтов, имеется в виду военных, то в целом ситуация была достаточно, ну, она ровная. Я не... Опять-таки, поскольку я из того поколения, которое видит уже там седьмой кризис и, более того, начинал как бы свою жизнь точно так же, как и ты по факту с перелома, когда молодость, переходящая в, условно говоря, там, даже не зрелость, а какую-то вторую юность, переходящую в молодость, пришла на то время, когда планы строились по одному, а потом они были, попросту говоря, сломлены полностью. Мы с тобой родились в одной стране, сейчас мы имеем паспорт другой страны, и при этом, когда мы указываем место рождения, мы указываем по-прежнему ту страну, которой уже нет, то есть СССР. Это вовсе не означает, что мы по ней, может быть, ностальгируем, потому что я вообще подобного рода как-то сентенции не очень воспринимаю. Невозможно войти в одну и ту же реку, невозможно вернуться в молодость, невозможно вернуться на 10 минут назад. Временная лента нам не подвластна. Поэтому говорить, ах, как было, ах, как хочется вернуться в городок, ну, это какая-то глупость. Как уж Паликова, там, по несчастью или к счастью истинная проста. Никогда не возвращайтесь в прежние места. Ну, да, поэтому не существует ни прошлого, ни будущего, существует настоящее. Вот оно здесь и сейчас. Поэтому, если возвращаться к предпринимательскому сообществу, ну, есть те, кто потеряли существенные доходы, есть те, кто приобрели, потому что есть... Сейчас формируется по факту новый список Forbes. Понятно, что он, скорее всего, формируется на темах, близких к обслуживанию СВО, прямо или косвенно. И в чем проблема этого списка? Она проблема не локальная, она проблема стратегическая. Потому что в этом году у нас будет рост ВВП, если мы возьмем глобальных вопросов. Но это плохой рост ВВП, потому что это рост ВВП по ВПК. История мира от его сотворения, в общем, не знала ни одной версии, когда ВПК потом приводила к росту мирных, как говорится, товаров. Причина весьма прозаична, потому что вещи... Ну, невозможно самолет, произведенный для вооруженных сил, потом адаптировать к гражданскому. То есть это возможно делать только в том случае, когда весь мир находится в войне, ну, какой-то там глобальный. После этого можно присаживать, и тогда все готовы летать на много жрущих, много шумящих, с плохим комфортом самолетах, потому что это транспортная авиация. Но если весь мир не находится в состоянии конфликта, то есть у него есть выбор между комфортными, малошумящими, пусть летящими не стойко нужной скоростью, не столь защищенными от различного поражения. А там самолетах, то они будут выбирать, естественно, гражданские версии, а не то, что можно впоследствии, там, воюющие стороны могут предложить на рынок. То же самое всех остальных. То есть если вы производите пушки, вы не можете производить начать макароны, ну и так далее. Поэтому при этом, подчеркиваю, многие сейчас зарабатывают хорошие деньги, прямо вот это миллиарды и триллионы, которые, в общем, идут по различным формам. Поэтому, скажем так, мы находимся в ситуации, если с точки зрения экономики, то не сказка, то присказка, сказка будет впереди. Потому что практически все страны мира, ну, две исторические книги, которые там с Сашей Ивановым выпустили, там 37 невыученных уроков и жестокая экономика, в них, в общем-то, есть как раз про ту экономику, которая строилась в войне. Ну, человечество уже воевало множество десятилетий, столетий и будет воевать. К сожалению, вот в этом наша проблема, что нам кажется, что с убийством себе подобного мы решаем какие-то проблемы. На самом деле мы их создаем. Это даже не вопрос морали, этики, религии и всего остального, а именно то, что, в общем, даже убийство невыгодно именно по причине того, что для того, чтобы тебе сделать легитимное убийство, то есть организовать войну, если мы берем исторические параллели, тебе нужны огромные ресурсы. То есть сначала для того, чтобы убить десяток, тебе нужно организовать армию из сотен, их накачать вооружением, а по факту, в общем, не выгоднее ли было просто доторговаться с этими десятками, но просто десятую часть от того, что ты потратил на организацию вот этой инфраструктуры. Инфраструктура. Многие просто никогда не понимают, что инфраструктура войны, она очень дорогостоящая, потому что вот это сопровождение и последующее сопровождение, например, когда сейчас, пока мы этого с вами не видим, но впоследствии это все равно выплывет. Это было после Второй мировой войны, когда было огромное количество инвалидов. А инвалиды – это, по сути дела, один к двум или один к трем. То есть человека нужно обслуживать, нужно фундаментально менять инфраструктуру, потому что особенно сейчас те войны, которые идут по всему миру, это войны, когда люди теряют в первую очередь конечности нижней, то есть люди перестают ходить. А это фундаментальная потеря, то есть качество жизни восстановить невозможно от слова практически совсем. И никакие протезы этому не способствуют. Ключевой вопрос, ну, кто бы чего не говорил, вы поговорите в кулуарах с любым из инвалидов, он вам как-то за живую конечность может отдать десятки лет жизни, потому что он прекрасно знает. Напомню, что ключевое, чего не делают протезы, какие бы бионические они ни были, они ничего не чувствуют. То есть если даже у вас офигительный бионический протез, вы не можете, например, одеть ботинок без визуального контакта. Поэтому если у вас, не дай боже, еще повреждено зрение, вы делаете это все на ощупь. А, например, вы, вы просто недооцениваете матушку природы, что она сделала с вами, вы можете в темноте одеть носки, вы можете одеть в темноте совершенно спокойно на ощупь, по ощущениям кончиков пальцев, по ощущениям стопы одеть ботинки, выбрать эти ботинки. Да, вы можете ошибиться с цветом, вы можете ошибиться там со шнуровкой, еще с чем-то, но это будут ботинки. Вы не перепутаете кроссовки с ботинками. Если у вас потеряна чувствительность, то совершенно нормально на протезах может оказаться ботинок и кроссовок. Это я просто вам говорю про ряд примеров, поскольку я с ампутантами многими работал еще задолго до. Поэтому я не испытываю особой радости или иллюзии на предмет так называемого продвижения. Поэтому у нас как-то то не сказка, то присказка. Сказка, она уже у нас здесь, просто она пока не видна, ее осознанно табанят. Я подчеркиваю, ее осознанно табанят, чтобы мы не ужаснулись от того, какие мы звери. Но при этом я хочу сказать, мы зверями и были. Просто любые конфликты, неважно, какие они проходят, на какую территорию, они просто проявляют самое худшее и самое лучшее, что есть в человеческой природе. А то, что как-то вы звери, господа, вы звери, ну, так это было давно известно. Все-таки вот к экономике вернемся. Вот эта тема очень важная, которую ты затронул, и она драматичная по-настоящему, действительно. Но предмет наш, как бы, все-таки в большей степени касается того, что происходит в нашем, как бы, экономической сфере. Вот скажи, опять-таки, ты сам упомянул, там, советское время, там, вот, ну, насколько мне известно, все-таки там в значительной степени локомотивом развития экономики и, в том числе, и научно-технического прогресса являлось как раз, вот, так сказать, форсированное развитие ВПК. И многие потом страдали и тосковали, и ностальгировали, как ты говоришь, по тому времени, когда огромные средства шли на оборонку, и смежные отрасли, соответственно, поднимали голову, там, плюс научно-технические какие-то достижения, которые, так сказать, проецировались с военных новых разработок, там, и так далее. То есть, в целом, вся страна, как бы, была связана вот этим ВПК, мощным, там, таким, вот, мощными, такими, межотрасливыми связями, и шла вперед. Потом, правда, возникло торможение, в основном, оно было связано с огромным дефицитом на потребительском рынке, и вот эти конфликты и противоречия, они, так сказать, отразились в дальнейшем на существовании, так скажем, самой страны даже, по сути, да. Вот сейчас ведь другая сфера, то есть, у нас, как бы, сейчас рынок потребительский в целом есть. Он насыщен и своими товарами, и импортными товарами, там, может быть, там, серым импортом сейчас уже. Но, тем не менее, есть вот. И еще плюс ВПК, который снова поднимает голову, огромные средства идут и на разработки, и на текущее сопровождение этого ВПК. Вот от этого, опять-таки, ты сказал, что от этого получают определенные какой-то, ну, определенные призовые и малый и средний бизнес, которые крутятся вокруг этих, тех же самых денег, идущих на ВПК. Может быть, мы все-таки действительно на каком-то, ну, многие так считают, по крайней мере, на каком-то верном пути находимся, сохраняя рыночные отношения, сохраняя отрасли, которые насыщают потребительский рынок и спрос, и при этом, как бы, идем вперед по пути разработки своих собственных научно-технических каких-то, так сказать, там, проектов. Здесь важнейшим водоразделом, поскольку я работал в двух ящиках НПО «Алмаза» и НПО «Скала», это оба ящика были. Да, ключевые. Да, значит, большая часть этих разработок, они применялись, то есть, СССР на тот момент на своей территории не вел никакой войны, совсем. И это фундаментально разные вещи. То бишь, когда ты являешься производителем и соревнуешься, например, с какими-то там Соединенными Штатами, в Великобритании или в Германии, на рынке, на котором ты продаешь, тогда ты худо-бедно начинаешь конкурировать. Тогда возникает конкуренция даже систем. Это одна история. И совершенно другая история, ну, и не возникает каких-то глобальных санкций, потому что даже участие в войне в Афганистане накладывало на СССР, в общем, не особо значительные санкции. И большая часть так называемых ограничений – это было исключительно политическая воля самого советского руководства. То есть, отсутствие выезда в другие страны, ну, и так далее. Создание блока СЭВА и там выездные визы – это было исключительно внутреннее как-то геморрой партноменклатуры, которая тем самым создавала из себя элиту. При этом, в общем-то, союз по большей части, там можно много делать водоразделов, он был все равно моделью такой же, которую мы сохранили сейчас. То есть, это была нефть в обмен на пушки, продовольствие и все остальное. И поскольку эта модель передрифовала и в 21 век, а 21 век, на мой взгляд, фундаментально меняет энергетическую парадигму, то бишь, она смещается не особо сильно, но она уже туда как-то двигается, что она смещается в сторону так называемой псевдозеленой энергетики, ну, туда двигается, по крайней мере, то мы все больше и больше будем терять технологическое, то есть, у нас будет продолжаться технологическое отставание. И поэтому те деньги, которые сейчас идут в ВПК, даже вот то, что мы смотрим и производится, как машины убийства, да, они весьма неплохие. Но то, к чему мы оказались не готовы полностью, кстати, как и Украина, так и Россия, это появление дронов. То есть, мы полностью эту область просрали полностью. И даже то, что сейчас воспроизводится, все равно это, в общем-то, китайщина, причем очень жестокого уровня. То есть, у нас своя элементная база, как не было при моей, как говорится, при моем приходе первом, в 88-м году, по-моему, на подшефное тогда предприятие, так и сейчас. То есть, мы все собираем из, по-прежнему, иностранной элементной базы и будем собирать, потому что рынок очень копеечный. И все, что касается микроэлектроники, электроники как таковой, ну, напомню, что мы хаваем большими ложками, объявленную при советской власти, кибернетика была объявлена лженаукой, точно так же, как и генетика. Поэтому по-прежнему фундаментально это ничего не поменялось. Поэтому те деньги, которые вкладываются, вкладываются в крайне примитивные с точки зрения будущего использования технологии, которые не позволят это потом сделать конверсию, так называемое матерное слово. Я напомню нашим молодым зрителям, если они вдруг когда-то с этим столкнутся, что после окончания как-то горячих всех фаз распада СССР, все вот эти предприятия ВПК кинулись в конверсию. Во что это выливалось, могу рассказать совершенно предметно. Производство мирной продукции для мирных целей. Да, причем производство было настолько убогенькое, что, например, предприятия, которые производили самолеты, или там, например, турбинные лопатки для тех же турбин самолетов, производили лопаты маленькие, они были титановые, то есть там что делали большая часть наших коммерсантов? Они закупали, ну это делали, конечно, при участии этого предприятия, потому что ему надо было как-то кормить свои семьи. Они производились кастрюли, лопатки, ну всякие какие-то казаны там и ижи с ним. По большей части черенок выкидывался, а титан просто вагонами шел за рубеж в виде вот этих лопаток, кастрюли и всего остального. Поэтому у меня нет особых иллюзий, что эти деньги как-то идут на пользу народному хозяйству, как говорили при советской власти. Это абсолютно дурные деньги, которые конверсии не поддаются. Дроны даже, которые будут впоследствии, безусловно, у нас будет бум, я думаю, что как раз ребята, которые у нас находятся за камерой, я могу сказать, что многие потеряют работу, когда закончится СВО, по причине того, что операторов съемки с дронов будет огромнейшее количество. Они будут просто демпинговать и драться за любой заказ. Поэтому съемка с дрона будет стоить, как грязь. Потому что сейчас идет массовая подготовка. В Елабуге завод сейчас вышел на проектную мощность 3-3,5 тысячи дронов. Но все равно это китайщина прямо отъявленная. Поэтому в правильном ли мы направлении? Нет, не в правильном. Потому что экономика России еще долгие десятилетия останется сырьевоориентированной. То есть она будет ориентирована на производство углеводородов и товаров, связанных с этим. Ну и, естественно, производство металлов с энергетикой как таковой. И для этого нужны рынки сбыта. Никакой Китай даже близко к этому, в общем-то, ну, последний визит Владимира Путина, который завершился. В общем, даже то, что проваливается как бы в публичное пространство, цифры даже рамочных протоколов о намерении говорят о, в общем, об отсутствии хоть какого-то потенциала в работе с Китаем. И это было известно еще до этого, потому что Китай работает с Китаем. Китай экономика, мы не партнеры им, мы покупатели у них. И поскольку многие вот путают эти понятия, ну, не взаимодействует экономика, которая в 20 раз вас больше, а не в 20 раз нас больше просто по экономическому потенциалу. Еще главный потенциал у них совершенно другой. Там электрические автомобили, это как-то из-за разряда того, что есть у всех. Причем они уже как-то в это наигрываются. Поэтому уровень развития китайской экономики не сопоставим с российской экономикой. Мы на их фоне динозавра, который в лучшем случае можем как-то, как динозавра, приносить на ладошки вот тот самый кусок каменного угля. Ну, вот ты сказал, что парадигма осталась у нас прежней, и она перетащена в 21 век из 20-го. Китаю удалось изменить парадигмы, и вот ты сам сказал, что он выдвинулся в лидеры. Вот что нам нужно сделать, чтобы вот эту счастливую судьбу Китая как-то у себя воспроизвести на своей земле, в своей экономике? Почему он все-таки сделал этот шаг? Причем такой шаг гигантский, когда мы вообще, если вспомнить наше детство, считали, что Китай это какая-то... Ну, я первый раз в Китае был в 95-м году, и Китай с тех пор, я всегда привожу пример, в Шаньджи был земляные дороги 200 тысяч населения, сейчас в Шаньджи 15-миллионный мегаполис, и электричка ходит со скоростью 360 км в час. Почему ему удалось, почему мы не можем найти свою какую-то, сделать свой выбор? Можем, только он никому не понравится. Ну, вот, допустим, ты, к примеру, да, все-таки ты фигура публичная, вот, допустим, ну, представим на какое-то мгновение, что ты получил доступ к рулям управления, что называется, государственным, или, по крайней мере, к рулям управления экономикой. Вот что бы ты сделал для того, чтобы... Стал условным президентом. Да. Ну, президентом невозможно стать. Ну, ключевое, в общем-то, поскольку я действительно наблюдаю Китай с 95-го года, там же все китайское чудо зиждется на весьма прозаичные вещи. Они полностью сдали сначала свой рынок. Фундаментально. Они туда пришли, они загнали туда фактически очень низкой, низкой производительностью, то есть низкой стоимостью труда, которая была 50 долларов. То есть, что прямо как это... Дорожная карта. Рассказывай дорожную карту. Мы все должны начать работать за 50 долларов. Причем в месяц. Все. Не там не 10 процентов, не гастарбайтера, а все. Соответственно, уровень рынка. За плошку риса работаем. Второе. Здесь кругом будут международные корпорации, которые будут править балом, которые будут назначать все, потому что именно международные корпорации привезли все технологии, инженеров и все остальное. И приблизительно лет так 15, вот с потерей, как говорится, ну, поскольку для нас же это будет потеря лица, статус и все остальное, нужно будет вджобывать на этих проклятых буржуев. Поэтому как поднимался Китай, совершенно понятно. Ты забыл упомянуть еще и третье условие. В это все время существовать должна диктатура. Конечно, абсолютно, фундаментально. Чему нам не удалось? Вот в советское время мы, грубо говоря, получали 50 долларов, мы, грубо говоря, значит, вкалывали, и, грубо говоря, была диктатура. Почему нам в советское время вот при таком раскладе все равно не удалось не только сделать прорыв и стать лидерами, это, но и наоборот, как бы привести страну к распаду? Потому что мы страна не до. Я это давно уже ввел такой термин. Мы не можем, мы не до, мы не можем построить диктатуру, мы не до диктатура, мы не можем построить социализм, мы не до социализма, мы не до капитализма. Вот как вот есть у нас слово Евразия, мы даже тоталитаризм построить не можем. У нас вот здесь вот маленький тоталитаризм, а вот там вольница 100%. Мы расп… вот прямо расп… в полном смысле этого слова. Даже это слово запикивать невозможно. У нас вместо России можно написать расп… Ну, то есть, как бы нам не хватило вот этого, как ты считаешь, не хватило диктатуры. Нам не хватает умения доводить все до конца. Мы сейчас на пути к диктатуре? Мы не на пути ни к чему. Ты говорил в одном из наших эфиров как-то, что нас впереди ждет военная хунта. Да, военная хунта, да, но она опять будет. Это же я сказал, что она прото-демократия. Она будет локально, они переделят как бы рынки власти, но где-то будет большая-большая вольница. Это вот как из Российской империи образовывался Советский Союз. Ну, или тогда РСФСР. Ведь, условно говоря, очень долгие там годы, надо сказать, десятилетия, через несколько гражданских войн, на окраинах РСФСР появилась диктатура, как говорится, большевиков. Соответственно, хозяин Чукотки, яркий тому пример. Потому что на Чукотку там какая-нибудь советская власть пришла спустя многие там десятилетия. Потому что, опять-таки, мы страна не до. Для того, чтобы выстраивать что-то, нужны бизнес-процессы. Для этого нужны команды, которые владеют этими бизнес-процессами. А по большей части у тебя люди, которые даже находятся сейчас во власти, и их дети, это люди, которые обладают мышлением, ну, в лучшем случае, даже не мелких лавочников. Они обладают мышлением, ну, не государственным, это точно. Даже вне зависимости от их направлений. Левых, правых, там, серобурмалиновых. Они обладают, вот, мне кусок урвать, чтобы, соответственно, мои там триллиончики через мой карман прошли, и меня все остальное не колышет. И главное, чтобы не было атаки на вот мою маленькую ловчонку. Ну, у кого-то она просто там, соответственно, триллионная. Но это все равно мышление даже не лавочника. Ну, вот мы вернемся к тому, как раз к той условности, что ты, например, стал президентом. И ты говоришь, что мы всегда страна не до. Да, меня ни одна группа не привели. К чему бы все-таки склонялся бы? К какому до? Большей степени ее сделать действительно системной и цельной диктатурой? Или, напротив, ты бы склонялся бы к другому до? Скорее, федерации. Потому что... Созданию рыночного абсолютно, так сказать, организма экономического и, значит, демократического государства. Федерации. Потому что надо использовать нашу распределение в лучших его целях. Те, кто хотят быть, соответственно, вместе, должны быть вместе. Те, кто хотят быть где-то там вдалеке и иметь какую-то там внутреннюю вольницу, ключевое не должно быть границ. Потому что не должно существовать штуки, которые ошибочно называются государством. Потому что никакого государства не существует. Существует группа людей, которые называют себя государством, которые узурпируют просто силовую функцию. И этой силовой функции начинают жонглировать, говоря, что мы государство. Нет, вы не государство. Вы люди, просто у которых кольт есть, а у меня кольта нет. А если у меня появляется кольт, то тут же ваша государственность сползает, как краска с китайских игрушек. Потому что никакой государственности у вас нет. То есть, население или простолюдины, грубо говоря, не нуждаются в государстве. Абсолютно. Никто не нуждается в государстве. Нет такой функции, которая нужна от чиновника, чтобы он выполнял ее за меня. Яркий тому пример, вот сейчас идет как раз, например, в те же Соединенные Штаты, идет последний шутинг. Традиционный, обычно. Профессиональный стрелок, то есть он инструктор, в четырех локациях расстрелял, по-моему, 22 человека или 30 человек. Ни одна из этих локаций не обладала правом на ношение оружия. То есть на каждой из этих локаций было написано зоны, свободные от оружия. Получите, распишитесь. Потому что если бы на этой локации было разрешено ношение короткоствольного огнестрельного оружия, стрелок получил бы пулю в первые доли секунды, просто когда обнажил бы оружие. А вопрос, соответственно, какой задается? Мы, они, проклятый Запад, платят за профессиональные услуги, базовые функции, это штуки, которые ошибочно называются государством, безопасность. А хаоса не боишься? Нет. Потому что когда у тебя оружие, у него оружие. Говорят, мы не жили с тобой в это время, но так называемое послереволюционное время, включая войну гражданскую, говорят, что оружие имели все. Ношение оружия было ничем не запрещено, никакими нормами или законами. Все имели оружие. Но страна погрузилась в такой жуткий хаос, из которого вышли, катастрофу даже. То есть из которого вышла потом с какими-то гекатомбами жертв. Ключевой вопрос, что после революции. И после революции, причем после этого хаоса, в общем-то, да, наступила диктатура. И эта диктатура потом в итоге привела... Опять к развалу. Любое, еще раз говорю, равенство невозможно. Вообще оно не существует. Оно недостижимо. Почему удается так называемым этим цивилизованным странам, почему им удается избегать, во-первых, хаоса, гасить какие-то конфликты, и удается двигаться поступательно вперед в течение десятилетий? Они, потому что нажравшиеся, у них есть ресурс, они более-менее находятся в... Ты, если хочешь быть бедным, ты там будешь бедным. Если ты хочешь, условно говоря, соответственно, достичь каких-то ресурсов, тебе для этого нужно делать телодвижение достаточно... Ну, то есть там есть дорожные карты, если по ней идти, плюс-минус ты выйдешь в бюргер, и ты там точно выйдешь. В средний класс ты выйдешь. То есть два пути все-таки у нас есть. Один путь китайский, другой путь, как бы ты говоришь, вот такой вот... Ну, китайский путь, он был за счет, совершенно понятно, за счет рабского труда, сдачи полностью со своей стороны... И диктатуры. И диктатуры, конечно, фундаментальной, которая продолжается и есть и сейчас. Либо вторая история. Но мы все равно близки к диктатурам. Нам это травма великого отца. Мы не можем понять, что на самом деле человеку не нужна никакая опора. Что опорой является он сам. Он все время ищет опору вовне, а не вну. Многие считают... Многие говорят, что вот этот так вот называемый травм, или родовое проклятие, травмат, это как раз проклятие территории громадной. Очень такой разноликой и многоликой такой общности. И многие говорят, что мы заложники именно вот того, что это огромная страна с огромным количеством, так сказать, конечно, это большое многообразие. И якобы, как говорят там наверху, что это как раз счастье страны в том, что она такая многоликой. Но другие говорят, что это проклятие. Тогда не очень понятно, почему условно Мексика, Австралия и Канада, ну, даже там Штаты не будем брать, предположим. Тем не менее, достаточно устойчиво. Более того, Китай тоже, это на самом деле досудное мнение, что это как бы некая единая государство. Нет, ничего подобного. Китай, поскольку мы... Очень многоликая. 18 лет у нас офис в Гуанчжоу, я могу сказать. Китай – это многонациональная страна, где присутствует более, по-моему, 50, если не 200, потому что они еще там делятся различных народностей или народов, которые между собой зачастую южане, не понимают северян, ну и так далее. То бишь, это абсолютная мандаринка, так называемый универсальный язык Китая, он именно для того и создан, для того, чтобы, по крайней мере, многонациональный Китай и многоязыковый Китай понимал друг другу. Многие говорят, что как раз выход единственный для таких государств, больших держав, как мы говорим, как раз в том, что они объединяются не какой-то диктатурой, а прежде всего какими-то высокими целями. Я бы сказал финансовыми, в первую очередь. Высокими целями, которые объединяет все государство, стремящееся к какому-то рубежу или достижениям. Ну, мы в свое время там тоже как бы строили что-то. Да, у нас был кодекс строителей коммунизма. А Китай строит там, помимо того, что коммунизм или социализм, я не знаю, но он, ко всему прочему, объединил всех целью вывести его в лидеры мира и во всех областях, и в научно-технической, и в экономической, в финансовой, в спортивной и так далее. Может быть, и у нас как бы не хватает какой-то вот... Сверхидеи. Какой-то идеи, которая бы объединила бы всех не за счет каких-то денег или, как ты говоришь, накормить кого-то там, но какой-то вот... Так, по крайней мере, многие говорят. Ты готов с этим согласиться как президент? Нет, конечно, я не вижу... Я абсолютно не вижу никакой объединяющей идеи, и она не должна существовать. Россия – это Российская Федерация, потому и должна быть Федерацией. Никакая Москва не может управлять Магаданом, и Магадан не может управлять. Именно как раз наша сила в том, что мы очень разные. Именно на этом надо и как раз работать, если мы, конечно, хотим объединяться. Это яркий пример тому Евросоюз. Евросоюз – страна без границ со многими элементами, каких-то объединяющих, в первую очередь, экономику и разъединяющих там по каким-то как раз религиозным и всем остальным. Ну и напомню, три базовых вещи, которые человек сам себе придумал, я об этом частенько говорю, существующий только в его мозгу, который тысячелетиями позволяет человеку, сначала придумав эти фейки, потом убивать друг друга. Это, в первую очередь, религия. Это второе – надрелигиозная религия под названием государство. Ну и третье – это национальность. Ни того, ни другого, ни третьего не существует в природе. Этот человек сам себе придумал. И вот это для того, чтобы заземлиться, и ему показалось, что он не висит в безвоздушном пространстве, он придумывает, а потом на этом основании перерезает глотки миллионам своих граждан. Напомню, что те, кто изучают, все-таки помнят хоть сколь-нибудь развитие именно чисто демографическое, что человечество когда-то стояло на пороге вымирания. Что это означает? Ну, то есть мы добежали до каких-то там сотен тысяч человек, которые... Что это означает? Это означает, что если провести ДНК-тест, то по большей части мы как-то сестры и братья. Просто в силу естественных, абсолютно генетических причин. Поэтому большая часть войн, когда мы убиваем там по виду, по религиозному признаку или по признаку тому, что ошибочно называется государством, мы убиваем в себе своего родного. Ну, ты опять о государстве, я напомню тебе, что... Я о чиновнике, я не о государстве. Да, как раз именно о чиновниках я и хотел тебе напомнить. Ты как-то сказал однажды в беседе, что проклятие России – это чиновники, что предпринимательство как таковое, хотя оно существует, хотя как бы существует, причем, так сказать, есть определенная стратеграфия, и малый бизнес, и средний бизнес, и так далее, и якобы государство или чиновники озабочены тем, чтобы помогать этому бизнесу, развивать его, но ты тогда сказал, что любая помощь оборачивается гнетом. Это зло. Это зло, потому что это... То есть ты считаешь, что ты не веришь в какие-то эффективные или рациональные взаимоотношения между регулированием, то есть чиновничеством и предпринимательством, то есть экономической инициативой. Ты не видишь вовсе? Да, конечно, потому что для регулирования чиновник не нужен. Почему он вдруг ни с того ни с сего служит это какому-то народу? Весь народ работает. Работает где? В малом, среднем бизнесе или в крупном бизнесе. В какую секунду нарисовывается чиновник, который защищает какой-то мифологический народ? Ну, где, откуда этот народ? Вот он деньги. Вот он откуда взялся? У нас вот огромное количество бюджетников. А представим, что эти бюджетники будут работать в нормальных условиях, то есть они будут производить труд, они будут шить шапочки, работать в кафе, производить, не знаю, там, сырье, материалы, бомбы, пушки, все что угодно. В какую секунду образуется вольный народ, у которого доход откуда-то нарисовался, чтобы его защищать? И почему должен вырисоваться чиновник? Почему регуляторные меры, о которых ты только что сказал, невозможны в выработке предпринимательских сообществ? Раньше, напомню, существовали гильдии, где гильдии такого уровня, сякого уровня, эти гильдии, и есть законодатели, и есть, собственно говоря, этот закон и порядок. Именно на них возлагаются, на гражданские, соответственно, подобного рода объединения. У вас не может быть, не существует у вас никаких денег, кроме денег предпринимательства. Любой бюджетник, он напилит деньги предпринимателя. Неважно, даже если он там в образовательной сфере, в медицинской, я вообще не понимаю, как, может быть, образование бесплатным. Оно все равно платное. Как бы кому-то не хотелось, мы за него платим, просто платим по-другому. Просто это скрытые платежи. Я правильно понимаю, что, допустим, опять-таки, возвращаясь к тому моменту, что ты, допустим, президент, то ты бы, наверное, стал бы дебюрократизировать целое управление. Я бы постарался сделать так, чтобы государство перестало существовать как класс в виде ее надстройки. То есть, то самое государство и тот самый электорат, который тебя выдвинул в президенты, ты в благодарность этому электорату, ты убираешь посредников между собой. Я бы заставил бы работать всех этих людей. Всю-всю-всю бюрократию я бы отправил бы в реальный сектор. Ты помнишь, мы в истории учили, я не жил в это время, и ты тоже, но, тем не менее, это был, как известно, XVI век, когда Иван Грозный, молодой еще тогда, сравнительно молодой там, но он решил сделать дебюрократизацию, введя опричнину, с тем, чтобы победить вот уже сложившийся класс управленцев, бояр, прежде всего, там, как бы, вот он вел. То есть, он выбрал инструмент, идея была та же, как бы, но инструментарий, он выбрал все равно насилие. Вот ты бы тоже бы сделал бы так? Нет. Я просто бы закрыл министерство. Просто бы, для этого не нужна опричина. Министерство просто закрывается, и все. И вся цепочка распадается. Ты просто вызываешь определенное количество министров. Понимаете? Надо делать степ-бай-степ. Согласен с тем, что тогда ты наживешь врагов сотни тысяч чиновников, выброшенных на... Конечно, конечно, потому что именно они и поддерживают миф про нужность государства. Ведь многие как раз правители, многие во всей истории, они с самыми благими намерениями приходят, они гибли именно под обломками своих собственных, как бы, идей или проектов. Именно потому что Потапенко и невозможно. Это же как Сальвадор Альендов в Чили, как Горбачев в советское... Не возможен Потапенко президент. Не в виде фамилии, а сама идея подобного рода. Потому что у нас электорат, у нас 70% это связано с распределительной функцией под названием государство. Совершенно верно, да. Все. Поэтому какой Потапенко... Ну, вообще, условно говоря, какой свободный человек может стать президентом? Здесь может только партноменклатурщик стать. Не, ну, если в условиях, которые приближаются, как бы критическим, как у нас было в советское время, возникают фигуры, которые скорее не аппаратчики. Например, как тот же Ельцин, он не аппаратчик там. Хотя он прошел всю эту дистанцию, но, как выяснилось, он все-таки так, как был маргиналом, так и остался. Он классика ренегата. Условным президентом после военных хунтов все равно станет предатель. То есть тот, кто был выкормыш системы, а не какой-то вольный стрелок вроде меня. Ты говорил, что в этой хунте как бы тогда были две фигуры, одна из них с того разговора ушла уже куда-то... Но ей помогли, да, кончить. Другая фигура осталась, но становится все более одиозной. И вряд ли она, так сказать, настолько будет популярна. Я говорю не о том, что она будет популярна. Это же вопрос, даже не уход Евгения Микриевича Пригожина конкретно. Но его место, как это святое место, пустое не бывает. В триумвирате все равно будет... Триумвират, это будут исключительно люди, у которых есть собственная армия. Но у нас уже очень близки выборы. Осталось всего каких-то несколько месяцев. Владимир Владимирович будет избран с неизменно по высоким результатам 82-84. И как не покажется странно, он будет соревноваться с президентом Зеленским. В цифрах, имеется в виду. Ну, это... Именно. Это неплохо. Кстати, о Зеленском ты упоминал уже эту военную операцию и говорил о том, что после операции. Вот все-таки ты считаешь, что следующий год, 24-й, это будет конец операции, по твоим ощущениям? Нет, это 25-й. А 25-й, да? 25-й, когда переизберут Трампа, когда он поделит все соответственно портфели и потом начнет снижать помощь Украине. То есть предполагает, что 25-й год это будет кончание конфликта, но... Ну, или, по крайней мере, за подмораживанием жестко. С каким результатом? По принципу Кореи. Мы не заключаем мирного соглашения, скорее всего, будет... Демаркация. Ну, такая, да, некая демаркация по землям, некое такое временное решение, где, что будет... Чем будет торговать Трамп? Он, скорее всего, с Евросоюзом договорится с Зеленским, что да, вы теряете часть территории, но вы на эту тему, но мы вам за это обеспечиваем план Маршала, а вы в России получаете снятие, ну, там, может быть, или не снятие части санкций, но, например, восстановление тех же северных потоков или, соответственно, того, что идет в Европу, ну, то есть, чтобы европейская экономика не страдала, а наоборот получила дешевые углеводороды, потому что на углеводородах она сидеть будет еще достаточно долго, но санкции не снимаются. Вот в этом таком подвешенном состоянии, ну, по крайней мере, я так пока по моим расчетам так. Подчеркиваю, сейчас это все, конечно, все предварительно. Ты не боишься, что произойдет то, что произошло в 2014 году, когда были минские соглашения заключены, и после этого тоже своего рода демаркация, но после этого украинская армия настолько окрепла, что фактически вот уже почти два года противостоит нашей... Ну, она, я бы сказал бы, она не то, чтобы с 2014 года по 22-й крепла, она как раз оставалась на образцах исключительно советских образцах. На мой взгляд, почему не получилось близкрига, это не вопрос силы украинской армии, это скорее просчеты в целеполагании, который произошел благодаря вот этим годам с 2014 по 22-й. В нашей... Да, абсолютно на нашей территории, потому что это было головокружение от успеха 8-го, 11-го, ну и 14-го года, и поэтому это просерно исключительно наше. Поэтому близкрига не получилась. Ну, да. Ну, будем, конечно, на самом деле, ты уверен, что мы, наша экономика и наша система политическая продержится до 25-го года, учитывая, что победы-то, в общем, пока не видно. И не будет победы. А их система тоже продержится до 25-го года? Продержится, но это же не вопрос системы, почему... Я имею в виду их не только Украины, а Европы. В первую очередь Европы. Европа, как люди, которые поставляют вооружение и деньги и Соединенные Штаты, они уже как-то слишком увязли. Они не могут дать заднюю и сказать, ну, вы знаете, это не преступление против человечества. Нет, все, мы тут забываем все жестокости, которые были проведены во время последних лет. Они дать заднюю в этой части не смогут. Ну, и уже, так сказать, завершая разговор, все-таки правильно ли я понял, что ты на 24-й год просто зачеркиваешь, то есть, ничего особенного не произойдет не только в политике, в политической системе, но и в экономической сфере. То есть, этот год, который будет совершенно обыкновенным, и ничего ты не ждешь от него? Я от него жду трех выборов. Зеленского, Путина, Трампа, их переизбрание. Я, с точки зрения экономики, трясти ее будет, но, в общем, все достаточно, как бы сказать, без каких-то галлопирующих провалов, потому что все будут стараться удержать, ну, Зеленский свою экономику, соответственно, экономику Евросоюза. Мы свою экономику будем накачивать и удерживать. Трамп тоже не, поскольку, как не покажется странным, Трампа будут избирать и весной, а не осенью, потому что там как раз за счет, ну, такой особой электоральной системы, по факту, кошельки американцев должны быть наполнены, ну, по лето включительно. То есть, только в этом случае Трамп хорошо переизбирается. Поэтому здесь каждый из сторон будет прилагать массу усилий, чтобы не было каких-то фундаментальных провалов. Локальный провал, поскольку, напомню, есть тяжелое наследие последних семи лет, а именно неверных штуки, которые ошибочно называются государством, когда они нагрели все не обеспеченным ничем деньгами, ну, то есть, резаной бумагой, еще процентов, наверное, 20 нужно спустить этого жирка. Есть шанс на провал, ну, тех же фондовых рынков процентов на 20, да, вполне, но прошу прощения, поскольку я близок там к каким-то реальным либо производству, либо ритейлу и всему остальному, для обвал всяких фондовых индексов в данном случае для меня не является важной системой координат. У нас в гостях сегодня был известный предприниматель, экономист, блогер, человек харизма Дмитрий Потапенко. Спасибо тебе, Дима, что пришел, спасибо, что поделился своим мнением, своими представлениями и своими даже прогнозами на будущее. Это очень важно. Спасибо вам, до свидания. И нашу аудиторию мы тоже призываем как бы быть с нами на нашем канале, участвовать в наших программах, передачах. Всего доброго. Книга Яна Арта «Тысяча лет одиночества». История российских реформ. Почему Россию аршином общим не измерить? Успехи и провалы революции сверху. Сто лет грабежа. Экономическая модель, в которой мы живем. Десять главных загадок экономики России. Книга продается в интернет-магазине Фенарти. Ссылка в описании под видео. Фенарти.